Военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном стремительно укрепляется. Об этом свидетельствуют многочисленные встречи делегации оборонных ведомств. Уже в этом году ожидается начало поставок в Азербайджан новой версии истребителя JF-17. Исламабад не раз заявлял, что готов предложить Баку любое пакистанское вооружение в необходимом объеме и количестве. После победы в Карабахской войне командующий военно-воздушными силами Пакистана совершил висит в Баку и выразил поддержку азербайджанскому народу. Военное сотрудничество было недавно обсуждено и между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хае. Азербайджан также приобретет у Пакистана истребитель-бомбардировщик JF-17, блок-3, который славится своей мощностью во всем мире. По словам аналитиков, радиолокационная система, которая установлена на JF-17, делает его практически недоступным для систем противовоздушной обороны противника. К слову, в Пакистане также функционируют десятки крупных предприятий по разработке и производству танков и кораблей. Баку и Саламабад в ближайшее время могут наладить совместное производство военной техники, подчеркивают эксперты. Наши летчики на сегодняшний день используют учебные летательные аппараты, изготовленные в Пакистан. Я бы не сказал, что есть хотя бы какая-то отрасль военная, где мы не могли бы говорить о развитии, это и кадровые, как говорится, обмен опытом, это и обучение военных, их здесь, это и совместные учения планируются. В этом году Азербайджан и Пакистан при участии Турции намерены провести совместные военные учения. К ним будут привлечены различные виды войск, в том числе силы специального назначения вооруженных сил трех стран. Эсмир Алиева, Шамистан Мамедов, Сибиси.